С весёлых загадок, игр и танцев начался очередной юбилейный праздник «Земляничная поляна». Зарядившись энергией и настроившись на нужный лад, дети разбежались по станциям для выполнения заданий. На спортивной с очками ловили клубнички. Получалось, правда, не у всех. Рядом делали аппликации. Нужно вырезать сердечко и приклеить его, чтобы и нам поставить печати. Печати нужны для получения награды, но заработать их было непросто. К конструктору выстраивались целые очереди из желающих выполнить задания. У нас танцы пластилиновый букет. Здесь у нас вообще наплыв такой. Вот они у нас с пластилином работают. У нас здесь клубнички, веточка и написано «Земляничная поляна». Алиса, а ты? Ажиотаж. Дети прям рады. И все-все-все хотят полепить. Кому-то не досталось места за столом, но это не останавливало. На помощь приходили мамы, что не возбранялось. Демиду и Никите удалось выполнить задания одними из первых. Ну, надо было пробираться, лепил, кидал клубнички. Решив не тратить время попусту, мальчишки отправились по второму кругу. И было за что стараться. Наградой за выполнение конкурсных заданий стали вкусняшки с ягодой, которой посвящен праздник. Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, угощение. А ты в конкурсах участвовала? Да. Что тебе дали? Чем тебя угости? Вот, пожалуйста, пирожок. В течение пяти лет угощение детям готовят в поселковом кафе «Ягода». На этот раз испекли 300 пирожков и 280 тортиков с земляникой, собранные на полях ЗАО «Совхоз имени Ленина». Учитывая все, что дал нам Павел Николаевич, вот эту ягоду, мы из нее сварили компот, сделали пирожки, сделали тортики, так сказать, поставили землянику на стол. Ну и как бы получилось, что, в общем-то, сам по себе праздник оказался еще и сладким, вкусным и красивым. Забавы, конкурсы, пирожки – весь праздник пришелся детям по вкусу. Можно не сомневаться, он стал тем летним днем, о котором ребята будут вспоминать и осенью. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.